Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! На портале экзегет.ру с вами Протерей Дмитрий Сизаненко из Санкт-Петербурга. Сегодня мы с вами прочитаем 12 главу 2-го послания апостола Павла к Коринфянам. Эта глава продолжает тот монолог, ту защитительную речь, которую апостол Павел начал в предыдущей главе. Против него выдвинуты серьезные обвинения, и он вынужден защищать себя. В этой главе он переходит к видениям, потому что элемент похвалы и какого-то достоинства, к которому прибегают лжи апостолы, они хвалятся какими-то сверхъестественными откровениями, невероятным мистическим опытом, который, конечно, подкупает Коринфян. И в ответ они с горечью говорят апостолу Павлу, а ты чем можешь похвалиться, и чем мы можем похвалиться за тебя перед этими людьми? И апостол Павел начинает, хотя вообще-то не полезно это, мне все же придется хвалиться. Он прекрасно понимает, что всякая похвала, она очень разрушительна. Теперь я перейду к видениям и откровениям, которые получил от Господа. В этот момент коринфяне, конечно, говорят, ну вот, наконец-то мы прочитаем, мы узнаем о тебе что-то сверхъестественное, героическое, невероятное, что нас уверят в том, что ты действительно подлинный апостол Христа. «Знаю я одного христианина. Четырнадцать лет назад, неизвестно мне в теле или вне тела, не знаю, это только Богу ведомо, был он восхищен до третьего неба». Апостол Павел говорит здесь о себе, но говорит в третьем лице. С одной стороны, это, конечно, некое смирение, он не хочет этим хвастаться, как и любой мистический опыт, он дается Богом для тебя лично, для того, чтобы ты передал другим и общение, церкви, какую-то очень важную весть, а не для того, чтобы ты хвалился тем, что ты видел святых, или видел архангелов, или пророков, или кого-то еще, но для того, чтобы ты передал важную весть, которую Бог через тебя передает другим. И действительно, в книге «Деяния апостолов» рассказывается как минимум о двух эпизодах мистического опыта, который произошел с апостолом Павлом. И, судя по хронологии, это было как раз четырнадцать лет назад, примерно в сорок первом, сорок втором году. И другой опыт был с апостолом Павлом во время молитвы в храме, когда ему было откровение, Господь его посылает к язычникам. Итак, он говорит о себе в третьем лице для того, чтобы не превозноситься. Происходило это с ним в теле или вне тела, он не знает. И для апостола Павла понятие тела очень важное. Это не совсем то же самое, что плоть. Плоть – это то, что смертно, тленно. Тело – это то, что необходимо для того, чтобы вступить в общение. И поэтому любой опыт, по-настоящему мистический, он должен каким-то образом отразиться на теле. Иначе он остается просто каким-то фантомом. И, в частности, апостол Павел употребляет выражение «духовное тело», что кажется оксюмароном и парадоксом. Но для него очень важно, что мистический опыт преображает твою плоть, твое тело, наполняя их светом и познанием Христа. Поэтому в теле или вне тела – это очень тонкая проблема, которая обсуждалась в древнем мире. Но ему это не так важно. Зато Бог все знает, и это важно. Третье небо – это не самое последнее небо, потому что в древних космологиях было семь сводов небесных. И, конечно, может быть, вершиной всего было бы вознестись до седьмого неба. Но третье небо – это уже не так уж и плохо, потому что это как раз то небо, на котором человек получает мистический опыт и откровение. Так вот, знаю, что этот самый человек, повторюсь, неизвестно в теле или вне тела. Один Бог это знает. Был вознесен в рай и слышал там такие слова, которые человеку и произносить-то невозможно, да и не должно. Здесь очень интересная тема рая. Слово рай персидского происхождения – это язык фарси. Пардеш – это сад, который обнесен высокой стеной. И сад, который мы видим в книге «Бытие», он не был обнесен стеной, поэтому это не совсем рай. Но хорошо, пусть это будет рай. И это не только сад, в котором растут прекрасные деревья, это царский сад. Он очень часто создается рядом с царским дворцом. И в чем привилегия христиан? Бог, как царь, дает ключ или открывает для нас дверь в этот царский сад. И вопрос о том, этот райский сад является ли тем самым блаженным видением, которое является вершиной мистической жизни или нет, он остается открытым. Но все-таки прекрасен этот образ, что подлинное блаженство состоит в созерцании божественной славы, которая происходит в контексте этого сада. Но как бы то ни было, что это было, человек не может ни воспроизвести, ни прокомментировать, да и не подобает это делать. Фактически апостол Павел провоцирует внимание и интерес коринфян, потому что им кажется, что вот сейчас они узнают что-то такое, что поразит их воображение, и тогда они впадут в какую-то экзальтацию и примут его как апостола. Но на самом деле он им не сообщает ничего. Он просто говорит о том, что был некто, кто был вознесен, что он услышал, никто не знает, что он увидел, никто не узнает. Поэтому любопытство о коринфян останется неудовлетворенным. Это специальный прием апостола Павла. Вот таким человеком я готов хвалиться. Таким человеком, который ничего не рассказывает и ограничивается лишь тем, что Бог знает все о нем. Собою же хвалиться не стану, разве что немощами своими. Впрочем, если бы я и решился хвалиться собою, все же не впал бы в безумие. Я говорил бы истину, но я воздерживаюсь от этого, чтобы никто не приписал бы мне больше того, что сам видит во мне и слышит от меня. Здесь в очередной раз апостол Павел намекает на то, что если вам нужно рекомендательное письмо и какая-то верительная грамота, то не спрашивайте ее у меня. Не ищите какого-то письменного документа, на котором будут стоять подписи апостолов Иоанна, Петра и Иакова. Но посмотрите на самих себя. То, что существует эта община, то, что вы обратились ко Христу, и есть моя лучшая похвала. Чтобы не превозноситься в безмерном величии полученных мной откровений, дана мне вплоть мучительная заноза или жало вплоть. В других переводах посланник сатаны избивает меня. Вопрос похвалы. Вот почему в самом начале он говорит о том, что не полезно хвалиться. Здесь возникает такая интересная параллель с римскими императорами. Когда император в триумфальном шествии входил в какой-то город, навстречу выходила толпа людей, которая ликовала, рукоплескала, воздавала ему божественные почести. Понятно, что любая похвала может помрачить разум человека. Человек может впасть в состояние прелести либо просто потерять рассудок. И для того, чтобы это не случилось, условно говоря, чтобы у императора не закружилась голова от успехов, всегда была рядом стража, претерианская стража, которая ему шептала на ухо, «Цезарь, помни, что и ты такой же смертный». То есть для того, чтобы человек не впал в безумие на почве своих достижений, своей чести, своей славы, нужен некий стражник, который ему напоминает о том, что он смертный. И апостол Павел сравнивает именно с такой стражей, то жало в плоть, которое ему послал сатана. Это и удерживает меня от превознесения. «Трижды я просил Господа, чтобы он избавил меня от всего, но ответом не было. Довольно тебе благодати моей, ибо сила в полноте своей проявляется в тех, кто немощь свою осознал». Это очень интересный перевод, смелый. Обычно ограничиваются какими-то более простыми формулировками. Сила Божия в немощи совершается. О какой же язве, о каком жале в плоть идет речь? Вероятно, это мог быть физический недуг. Это мог быть психический недуг. Некоторые комментаторы предполагают, что у апостола Павла были приступы эпилепсии. Но это мог быть физический порог. Это могла быть травма, нанесенная ему в момент, когда его пытались побить камнями. И поэтому человек остается с этой травмой на всю жизнь искалеченным. И эта рана для апостола Павла становится источником силы. И вот это самое интересное и самое важное. Вера в смерть и воскресение Христа помогает людям, то, что их уничтожает, то, что их унижает, найти в этом источник силы и какого-то нового совершенства. Поэтому это жало в плоть для него становится в действительности источником силы. Для него это как некий знак благословения. «Довольно тебе благодати моей». Слово «благодать» тоже здесь заслуживает отдельного внимания. Обычно мы понимаем, что благодать – это прежде всего какой-то дар Бога в таком богословском значении этого слова. Но коринфяне употребляют это слово и в другом значении. Это прежде всего некая милость, некий щедрый дар. Как бы мы сказали фавор, который оказывает, например, меценат, жертвуя деньги на поддержание какого-то проекта или художников. Это может быть жест императора или правителя провинции, когда он освобождает от налогов. Это тоже фавор. И поэтому та благодать, о которой идет речь, это и есть щедрый дар Бога к своему народу. И он проявляется в том, что всякий, кто изнемогает от своих немощей, получает свыше ту силу, которая может быть дана только от Бога. «Потому я и буду охотнее всего хвалиться своими немощами, ибо сила Христова пребывала во мне. Вот и радуюсь ныне я немощем, унижением, нужде, гонением, притеснением, переносимым ради Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Опять же, здесь очень важна вера. Точно так же, как Христос в полной беспомощности оказывается на кресте, и благодаря этому сила Божия во всей своей полноте и власти его возвращает к жизни, точно так же и апостол Павел может сказать, что да, именно благодаря тому, что я немощен и слаб, вы можете видеть, как во мне действует сила Божия. «Хвалясь, я все же дошел до безумия». Он очень остроумно, с иронией замечает, что я вынужден хвалиться, и кажется, у меня голова кружит от успехов. Я дошел до безумия. «Но вы сами потолкнули меня к тому, при том, что вам самим и следовало позаботиться о моем добром имени». Здесь он очень вежливо иронизирует, когда клеветали на меня, вы должны были вступить на мою защиту, а не ждать, что я буду защищать себя. И я лишь вынужден вступить на эту тропу безумия, хвалиться, прославлять себя, как эти другие сверхапостолы. Это все абсолютное безумие, но вы меня вынудили, и мне пришлось принять этот вызов. «Ведь я же ни в чем сверхапостолам не уступаю, даже если сам я – ничто». О признаке истинного апостола разве не дано вам было самим видеть их? Во всяком терпении, в разных знамениях, чудесах и великих совершениях. Чего же тогда, спрашиваю я, не достает вам в сравнении с другими церквями? Не того ли только, что я ничем не обременял вас? Простите мне эту вину». Опять он иронизирует, потому что он говорит, «Вы меня упрекаете в том, что я не брал ваших денег. Я не тяготел на вас, как некое бремя, как некая абуза. Не заставил вас обеспечить мое материальное содержание. Вы меня в этом упрекаете. Но простите мне эту вину, этот грех перед вами». И дальше он переходит к бескорыстию в любви. «Вот и теперь, уже в третий раз, я готов прийти к вам, и опять ничем не буду обременять вас, опять не буду брать ваших денег. Ибо мне не нужно то, что ваше, мне не нужны ваши деньги, но мне нужны вы, мне нужны вы сами. Не дети ведь и должны делать сбережения для родителей, а родители для детей. Не дети собирают наследство для своих отцов, но отцы свои накопления, свои сбережения передают по наследству своим детям, для того, чтобы они смогли встать на ноги и жить самостоятельной жизнью. «Так и я с радостью буду тратить свое и не щадить ради вас своих сил. Если я так сильно люблю вас, неужели за это менее буду любим вами?» Он им признается в любви и спрашивает, «А вы мне ответите?» Надеюсь, что да, ответите. «Положим, я, как вы говорите, даже не обременяя вас, но все же, будучи человеком «лукавым», в кавычках, взял вас хитростью, соблазнил вас, обхитрил вас. Хорошо, допустим. Но как? Взял ли что-то у вас через посланных мною обманом? Я уговорил Тита пойти к вам, да к тому же послал с ним еще одного брата. Обманул ли вас в чем-нибудь Тит? Разве не в одном мы действовали духи, ни одним шли путем? Риторический вопрос, который заслуживает только отрицательного ответа. Ни Павел ни в чем не согрешил против коринфян, ни его посланники. Никто не присвоил себе чужих денег и вообще не брал никаких денег, а проповедовали Евангелие и служили общине совершенно бескорыстно. Все-таки обвинение, которое было выдвинуто против Павла в том, что он присвоил себе пожертвования, очень больно его оскорбило. И поэтому, прежде чем в третий раз прийти в коринф, он надеется на полное примирение. Конечно, можно было бы примириться очно. Апостол Павел бы пришел в коринф, и тогда бы они обо всем договорились. Но он предпочитает сделать это письменно. Он пишет письмо для того, чтобы у коринфян было время вчитаться, обсудить, задуматься. Для того, чтобы примирение произошло не в одно мгновение, но был некий плод долгого созревания и размышления. Вы, наверное, давно уже думаете, что мы только хотим оправдаться в ваших глазах. Нет. Мы говорим перед Богом во Христе. У нас нет иной цели, возлюбленные мои, кроме как укрепить вас духовно. Правда, я боюсь, не найду ли вас не такими, какими хочу, когда приду к вам, и не дойдете ли вы и меня не таким, каким хотите видеть? Или, наоборот, найдете меня таким, каким вы не хотите видеть? Не встретить бы мне споров у вас, вспышек гнева, зависти, свои корысти, клеветы, сплетен, превозношения и всего общего беспорядка. С одной стороны, апостол Павел получил весть от Тита о том, что община исключила из своих рядов тех, кто были смутьянами, кто клеветал против апостола Павла. Но он совершенно трезво понимает, что этого недостаточно, и в любой момент могут возникнуть люди, которые из соображений своей корысти или из вспышки гнева, зависти будут плести интриги и разрушать мир в общине. Боюсь, не унизил бы Бог снова меня перед вами, когда я приду. Не пришлось бы мне плакать и оплакивать многих, впавших ранее в грех и все еще не покаявшихся в своей безнравственности, в луде, распутстве, которым они предавались. В завершении этой главы апостол Павел убеждает коринфян быть честными, искренними самими собой, чтобы покаяние, которое совершилось среди них, оно было подлинным, и чтобы не было никаких разочарований, и чтобы встреча была синонимом радости. Потому что слово радость в языке апостола Павла всегда заимствовано из лексикона путешествий. Это именно то чувство, которое испытывают друзья после долгой разлуки, или путник после долгих скитаний вдруг достигает долгожданной цели. Это то, на что он надеется, и поэтому и тревожится, что вдруг что-то окажется совершенно иначе. На портале Exeget True с вами был протерей Дмитрий Сезоненко из Санкт-Петербурга. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...